Когда у меня возникало чувство, что я перестаю понимать свою страну, я всегда перечитывал в Гугле, и это помогало. Что нужно прочитать или перечитать, чтобы понимать, что происходит с Россией сейчас. Томаса Манна. Если не противно, то рассуждение политичное. Если противно, то доктор Фаустус. А Клемперера, Лексика Третьего Рейха, Хафнера, История одного немца и некто Гитлер, благодаря виртуозным переводам Никиты Елисеева, эти книги зазвучали по-русски с абсолютной аутентичностью. То есть вы просто забываете, что перевод с немецкого настолько это живо и естественно. Привет тебе, Никита, большой от меня. Ну, в общем, литературу Германии 30-х-40-х годов Юнгера полезно почитать, но в том числе «На мраморных утесах» довольно полезный роман. Хотя я считаю Юнгера посредственным писателем, но почему нет? Ну и, конечно, очень полезно читать книги 90-х годов, в которых это все готовилось. Потому что тогда Дугин казался маргиналом, а сегодня, ну, видите, вот к вопросу о том, что Владимир Путин читал. Я думаю, он почитал Ильина, а из старых философов, я думаю, он почитал Дукина, и думаю, что это произвело какое-то впечатление на его, так сказать, политический, не очень развитый ум. То есть он многому он оттуда научился. Ну, то есть его голова была подготовлена к какому-то вторжению мессианской идеи, а Дугин эту идти всего лишь довел до, так сказать, абсурда. Дугина полезно читать, особенно конспирология большая книга. Вы поймете, что у них в голове, и почему они так ненавидят Запад, гуманизм, это любопытно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!